Москва Москва, дом российского исторического общества. В этих стенах состоялся круглый стол, приуроченный к 80-летию победы в Курской битве. Предпосылки этого грандиозного сражения начали формироваться еще весной 1943 года, когда в результате прорыва Красной армии на Советско-германском фронте в районе Курска образовался выступ глубиной до 150 километров, так называемая Курская дуга. Именно там гитлеровское командование, лелеящее мечту о реванше за поражение под Сталинградом, запланировало провести наступательную операцию «Цитадель». Два мощных удара по Курскому выступу с севера и с юга. По своему масштабу и значению Курская битва – это одно из ключевых событий в Великой Отечественной. С обеих сторон в ней приняли участие свыше 4 миллионов человек. Победа в ней резко изменила соотношение сил в пользу Красной армии. Победа в Курской битве и окончание коренного перелома Великой Отечественной войне ознаменовала переход стратегической инициативы к Советскому Союзу не только на полях сражений. В 1943 году был достигнут серьезный прирост выпуска военной техники и началось освоение новых образцов вооружений. Большую роль сыграли в этом и отечественные ученые, развивавшие приоритетные для страны исследовательские направления. Кроме того, перед началом Курской битвы весьма ценные сведения были получены от знаменитых разведчиков Кима Филби и Джона Кернкруса. Данные позволили командованию Красной армии заблаговременно подготовиться к оборонительному сражению, чтобы обескровить врага, а затем перейти к наступлению. Когда Кима Филби спрашивали, что он считает главным достижением своей разведывательной деятельности, он повторял с английским акцентом «Прохоровка, Прохоровка». Перед сражением на Курской дуге Филби, будучи в Ми-6, передал Москву секретные технические данные о толщине и составе брони новых немецких танков «Тигр». Броня, которая была на тот момент непробиваемой для советской артиллерии. Выступая на кругом столе, Сергей Нарышкин также провел параллели и с днем сегодняшним, назвав провал летнего контрнаступления ВСУ очевидным. Он сравнил украинское руководство и их западных партнеров с немецкими генералами, которые 80 лет назад обвиняли в провале контрнаступления то неподходящую погоду, то слишком густую растительность на поле боя. Впрочем, жизнь все расставляет по своим местам. Излишняя самоуверенность гитлеровцев и недооценка ими потенциала Красной Армии стали главными причинами разгрома нацистов под Курском 80 лет назад. Наследники поколения победителей, наши бойцы и командиры, не покладая рук, продолжают боевую работу, уничтожают военную технику противника, в том числе сжигают немецкие танки, леопарды, с такими же крестами на башнях, как это было 80 лет назад. Победа на Курской дуге провожила путь к освобождению Орла, Белгорода, Харькова и Донбасса, последующего изгнания гитлеровских захватчиков с территории Советского Союза. 80-летний юбилей битвы входит в число приоритетных тем российского исторического общества. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова